Сейчас море профессиональных аудиосказок с картинками и профактерами. Никто не будет смотреть простую маму. Если вы просто будете известную сказку рассказывать, да, в камере, то, конечно же, это никому не интересно. Но если вы будете самостоятельно написать какую-то историю, закладывать в нее какую-то мораль и аналогичной истории еще нету, то почему вы не посмотрите, как простая мама рассказывает. Опять же, часто вот аудиокнига, вот вам прочитали ее и все, нету обратной связи, да, какая мораль в сказке, а почему вот получилось так, а не иначе. А если мама рассказывает своему ребенку, она не просто рассказала историю, она спросила у него, вот как ты думаешь, почему так? Ребенок сказал свое мнение. Она сказала, что, а нет, вот это вот так вот. То есть канал YouTube отличается от просто аудиокниги именно тем, что есть возможность получить обратную связь. Изначально в сказке заложить дополнительную историю, дополнительный какой-то урок. Я тут добавлю. Судя по вашей логике, зачем снимать кулинарный канал, если есть офигительные повара, у которых есть передачи, там, смак, там, не знаю, там, повар, там, да, там, типа, вкусно есть, да, где уже все давно снято. Зачем снимать какие-то автообзоры, когда есть, там, не знаю, передачи, там, на тему авто от профессионалов. Зачем снимать тур-каналы, когда есть, там, не знаю, поздер, который катается по Норвегии и снимает очень крутой контент с очень интересным сценарием и с интересной подачи, да, вот как бы уже такое есть. Эта стратегия, я считаю, нищебротов, продумся, ну, словесный, такое, условнение, да, ну, как бы уже все есть. Конечно, это проще всего себя так демотивировать. Я бы снял, но уже все есть, уже все есть, уже, знаете, YouTube – это телевизор, да, и когда говорили, что YouTube не стрельнет, потому что, в принципе, есть ТВ там, да, и вот не будет. Сейчас телек переходит в YouTube, да, и задача от вашей аудитории, потому что может быть очень крутая аудиосказка, но людям нужно комьюнити, люди готовы общаться, люди готовы в группе общаться и обсуждать эти самые сказки. Вот Катерина, она ходит средь сериала, допустим, да, к своим знакомым, чтобы после сериала можно было обсудить, а это и есть комьюнити, хотя у нее там есть телевизор, она дома может сесть, втыкнуть там, да, и сидит в сериал, там, гордо одиночестве, поедая помыл, ну, утреона говоря, да. И вот вся эта история о том, что, типа, уже есть, сделайте лучше. Нет, ну, промолчите, потому что это уже есть, это вот, если бы… Зачем делать новое? Вот смотрите, например, был Samsung и был Apple, и там еще были Nokia, Huawei, пам-пам-пам, выходит Xiaomi, никому не известный китайский бренд, и сейчас многие бренды мирового масштаба начинают курить в стране, просто. У вас, посмотрите наш стрим с мотивацией, если у вас вот такая цель, что, типа, я снимаю канал, но уже есть, то надо не снимать, просто на завод, вот элементарно, да, идите на завод и там говорите, я хотел снимать канал, но уже есть, да, вот уже есть, и вот я передумал. Мы работаем для тех, для кого есть желание стать лучше. Понятно, что вы, если… Ну, те же самые… Все начинающие каналы, они начинали не сразу с, там, хайпа большого, там, да, они с маленького канала начинали, и теперь, где они, а где вы, а где вы, в таком формате, да. Вот просто, если бы мы, судя по вашей логике, заходили в формат «Уже такое есть», то я пришел бы к Кате и говорю, «Катя, давай сделаем школу видеоконалит». А уже такое и есть. Их там десятки. А я и знаете, что говорю? Я говорю, а когда мы с тобой начнем, их будут сотни. И знаете, какое у нас хобби с Катей? Мы каждый день друг другу показываем еще одну школу видеоблогеров, еще одни курсы про то, как сделать ютуб-канал. Их столько сейчас, уже можно скоро будет утром, обед и вечером по одной показывать. И ничего, мы делаем, и нам хорошо, я надеюсь, вам хорошо. Раз вы здесь, то вы смотрите наши ролики, соответственно, вся эта история про это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова